меня зовут александр зимин и в этом видео я хотел бы рассказать несколько нюансов и моментов касающихся динамики развития фармацевтического рынка и вообще представление о фармацевтике в отношении натуропатии и фитотерапии. Одна очень важная особенность. Буквально на днях я смотрел видеоролик одного очень известного популяризатора науки и в своей речи он рассказал о том, что спираль развития научной фармацевтической мысли она идет таким образом, что она отсеивает предыдущие достижения. Что я имею ввиду? Допустим, у нас изначально была фитотерапия как как бы корневая такая папка, откуда все, все вещи проистекали. Совершенно условно, не претендуя на какие-то художественные преимущества этого графика, я могу сказать, что идет развитие фармацевтической отрасли по пути нахождения мишеней в организме, на которые можно повоздействовать фармацевтическо. Дело идет к тому, что находится какой-то отдельный рецептор, на который нужно воздействовать. И это, конечно, хорошо, когда появляются современные лекарства, которые могут быстро убрать симптом. Для примера, посмотрим на последнюю ступеньку в развитии этой фармацевтической лестницы, где появились статины. Таким образом, диета и фитотерапия как бы отметается, потому что есть более современный класс препаратов статинов, что необходимо возвращаться, вспоминать о забытых методах. Эти забытые методы, как правило, и связаны с фитотерапией и натуропатией. Да, может быть, предыдущее поколение лекарств не были такими эффективными, но это не значит, что о них надо забыть. Мне кажется, что к ним надо возвратиться, что надо их органично встроить в матрицу современного фармацевтики. И таким образом, мы не потеряем те достижения фармацевтики и фармакологии, я имею ввиду фитопрепараты, которые были раньше. Следующий важный пункт. Новые современные лекарства. Это как примерно мода в одежде. То есть, ты носишь что-то новое, что-то интересное, что-то привлекательное. Статины, это модно, это замечательно, это новый тренд. Но при этом не стоит забывать и необходимо проделывать работу по пересмотру фармацевтических препаратов с предыдущих этапов развития фармацевтики. Я считаю, чтобы это значительно обогатило арсенал фармакологических средств. Ведь вспомните, сколько есть простых лекарств, которые продаются в аптеке. Например, кальция и глюканат. Это совершенно элементарное лекарство, которое применяется при аллергии. Оно прекрасно снимает аллергические реакции. Оно стоит очень дешево. Это как бы получается предыдущий этап развития фармацевтики и фармакологии. Я надеюсь, что это видео было не слишком сложным для вас и вы поняли основную суть, основную идею, которую я донес в этом видеоролике. Если видео было интересным, то подписывайтесь на видеоканал и в дальнейших выпусках я постараюсь также осветить некоторые другие нюансы, сравнение современной фармацевтики и фитотерапии, натуропатии. Внизу под видео ссылка для быстрой связи, чтобы вы могли оперативно задать мне любой интересующий вас вопрос.